МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десногорские тимуровцы благоустраивают город. Какой это знак? Осторожные дети. Праздник дорожного движения для детей. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Престольный праздник часовни на Савельском источнике. А теперь об этих и других событиях подробнее. Представители еще двух политических партий изъявили желание баллотироваться в Государственную Думу Российской Федерации седьмого созыва. В областной избирком подали документы кандидаты-отдомодатники от партии Родина и коммунисты России. Прием документов заканчивается 23 июля. Из-за сильных дождей в Сафоновском районе у населенного пункта Ручково размыло грунтовую дорогу. Отрезанными оказались пять деревень Богдановщинского сельского поселения, где проживает около ста человек. Для этих жителей силами регионального управления МЧС организована лодочная переправа. Проект «Старшее поколение» собрал ветеранов, работников детского сада «Теремок» в стенах учреждения, которому было отдано немало сил, времени и знаний. О том, как прошла эта встреча, смотрите в нашем сюжете. Для дорогих гостей работники сада накрыли праздничный стол с пирогами и душистым чаем. Приветствовала коллег-ветеранов, заведующая детским садом Татьяна Радивилова. Ветеран, в моем понимании, это тот человек, у которого есть много опыта, энергии. Он просто не знает, куда это пока приложить. Но вот мы нашли такой выход. Мы пригласили вас в гости, чтобы часть вашей энергии вы могли оставить в новом нашем детском саду, потому что вы уже тут оставили часть души, часть своего сердца. А сегодня вы еще оставите кусочек опыта. Собравшиеся вспоминали молодость, как начинали работу в детском саду, рассказывали, как живут сейчас и, конечно же, интересовались жизнью сада. Гостей поздравили воспитанники из подготовительной группы «Ромашка», почитали стихи и подарили памятные открытки. Все вместе вспоминали курьезные и смешные случаи из своей многолетней практики. А на экране черно-белые фотографии сменялись цветными. И каждый кадр пробуждал в сполох чувств. Очень благодарны нашим руководству, что пригласили нас. Это самое главное. И рады встретиться со своими сотрудницами, со своими друзьями, подругами. Мы вспомнили молодость нашу. Это все было так приятно. Приятно и очень даже, ну, бальзамное сердце. Мы очень довольны, что нас не забывают. Всем участникам встречи вручили удостоверение и знаки «Гражданин страны Росатом». Министерство обороны направило вертолетные экипажи из нашей области на 40-й чемпионат мира среди военнослужащих по парашютному спорту. Командиры экипажей имеют первый и второй класс подготовки и не менее 500 часов налета. Экипажи вертолетов Ми-8 подготовлены к работе в условиях дождя, низкой облачности и сильного ветра. В Рославле закрыли единственный в области филиал Московского государственного машиностроительного университета. Те, кто еще не получил диплом, вынуждены доучиваться в Москве. Без работы остались более 30 преподавателей. Теперь вся область лишена возможности подготовки квалифицированных инженерных кадров. Напомним, что в 2015 году закрыли филиал «Мами» в Вязьме. С 2012 года десногорские тимуровцы участвуют в мероприятиях по благоустройству города. Их можно увидеть в разных микрорайонах. Ребята с удовольствием выполняют работу, которая им по силам. Ведь всем нравится, когда в Десногорске красиво и чисто. На всех ребятах были футболки с логотипом «Родная земля» и надписью «Звездочка». На минувшей неделе тимуровцы мастерски и очень аккуратно красили малые формы детского городка в центре Десногорска. Аркадий Гайдар, автор знаменитой книги «Тимур и его команда» сказал, настоящими людьми дети вырастают тогда, когда в своей жизни, играх они соучаствуют в делах родных, близких, в тех событиях, которыми живет страна. Благоустройство нашего города, а это именно то, чем занимаются юные десногорцы, также очень важно. Руководство города уделяет много внимания этому направлению работы, а дети с удовольствием участвуют, помогая Десногорску быть чистым, ухоженным и красивым. В Демидовском районе на живописных берегах озера Баклановское проходил 20-й всероссийский слёт юных краеведов-туристов. Нынешний слёт собрал более 200 школьников из 20 регионов страны. Семь дней вдали от цивилизации начинающие историки, этнографы, экологи и краеведы изучали природу и историю Смоленского края. Полицейские разыскивают подозреваемого в разбойном нападении на автозаправочную станцию, расположенную на 227-м километре дороги Москва-Минск. На запись камеры видеонаблюдения попало, как злоумышленник ворвался в помещение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил деньги из кассы автозаправки. Добычей разбойника стали 5000 рублей. Дети из лагеря 4-й школы «Солнышко» в игровой форме повторили дорожные знаки и правила движения. Как это было, смотрите далее. Состоялось познавательно-развлекательное мероприятие в молодёжном центре нашего города. Организовали его для детей волонтёры молодёжного движения «Оса» и редакции «Поколения». Игровая программа посвящалась правилам дорожного движения. Мы в доступной форме объясняли им дорожные знаки, правила дорожного движения. Разделившись на две команды – водители и пешеходы, ребята смогли показать свою смекалку, быстроту, умение работать в команде и, конечно, посостязаться в знаниях правил дорожного движения. Мне понравилось играть много подвижных игр и узнала правила, которые я ещё не знала. Мне больше всего понравилось играть в такси. Оказалось, что ребята замечательно разбираются в дорожных знаках и знают почти все правила. Поэтому победила дружба. В завершении все участники мероприятия получили маленькие сладкие подарки. В Смоленске финишировала эстафета доверия «Автопробег» в поддержку всероссийской акции, участники которой до этого побывали в 12 городах Центральной России. Организатор проекта – фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По единому общероссийскому детскому телефону доверия дети, подростки и их родители могут получить экстренную психологическую помощь. На территории древней Смоленской ювелирной мастерской археологи обнаружили бронзовую фигурку загадочного зверя. Несколько десятилетий археологи не могли идентифицировать этого зверя, напоминающего то ли ослика, то ли рысь. И вот недавно загадка была разгадана в Латвии. Это левкрота, упоминаемая в средневековых сборниках зоологических статей. Полвека назад было установлено, что такое украшение изготавливали в Смоленске. И вот теперь археологам удалось найти их на месте производства. 21 июля православные отметили День Казанской Божьей Матери. В храме Десногорска также прошла божественная литургия. А на источнике – водосвятный молебен. Подробности далее. На святой источник иконы Казанской Божьей Матери, который находится неподалеку от нашего города, приехало большое количество паломников не только из Десногорска и Смоленской области, но даже из Москвы. Приезжаем по традиции уже пятый год на святой источник, в котором будет сегодня служиться водосвятный молебен. Будут возноситься молитвы о всех православных христианах. Будем окунаться, будем набирать водичку. И с благодатью уже, с помощью Божьей вернемся домой. Сюда я уже приезжаю второй год. Я приезжаю сюда с таким удовольствием, и ощущение такое в душе, как будто вот именно сама Казанская Божья Мать благословляет. В этот день отмечается не только праздник иконы, но и престольный праздник – небольшой часовни источника, названный в честь иконы Казанской Божьей Матери. Святой источник является гордостью Десногорска. Сюда привозят всех гостей нашего города. Поздравить и поприветствовать прибывших на водосвятный молебен пришли глава города Вячеслав Седунков и попечитель святого источника Михаил Дурманов. Красота этого места, но и история, но и одухотворенность этого места. И, конечно, мы всегда рады здесь видеть наших гостей и, разумеется, наших народов с праздником. Радую, что место посещаемо, радую, что люди душой и сердцем, сокрытые душой своей. Этот праздник на Руси отмечается православными два раза в год – осенью и летом. Почему образ Казанской Божьей Матери особенно почитаем, нам рассказал настоятель храма в честь иконы всех скорбящих радости отец Виталий. С этим образом связано очень много чудес в жизни нашего народа, которые свершались в самые сложные, в самые тяжкие, в самые трудные моменты истории нашего Отечества, когда враг был на нашей земле. После водосвятного молебна все желающие смогли прикоснуться к иконе, набрать воды и окунуться в купели в благодатную воду источника. Как вам водичка наша? Спасибо, Господи, вообще-то святая. Очень великолепная. И вода не холодная. Спасибо Бог за все. Очень замечательная водичка, теплая, такая вот прям благоприятная. Очень понравилась. Почувствовали благодать? Да, конечно, конечно. Даже вот небо немножко просветлело, когда служба была. В завершении участники отправились на праздничную трапезу. И в заключение о спорте в Смоленске прошел зональный этап всероссийского турнира «Кожаный мяч». На футбольном поле встретились лучшие детские любительские команды из регионов Центрального федерального округа. Путевку на суперфинал, который пройдет в Казани, завоевали команды из Дмитрова и Воронежа. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания.